И начали обращаться в мэрию. Но городские власти не признавали дом аварийным, пока в дело не вмешалась прокуратура. И в июле 2017-го дом все-таки вошел в программу. С тех пор у нас небольшие, чуть-чуть подвижки пошли по воде и по электрике. А все остальное также и осталось в плачевном состоянии. Нас поставили на переселение, получается, на снос дома с 25 по 30 год. И говорили, что дом приведут в порядок, чтобы люди могли хотя бы жить. Но проблема осталась на месте. Единственную проблему видим, чтобы либо привели дом в порядок, либо уже нас переселили. Но, как говорит сам начальник УК Гарантсервис, что дом признали аварийным. Денег на него не выделяется и никакие, соответственно, ремонтные работы по поводу дома вестись не будут. С каждым годом ситуация с домом ухудшается. Сваи гниют, черновой пол обрушается, а чистовой проседает. В мэрии говорят, расселить жителей и снести дом раньше времени не могут. Так как в программу сноса и переселения на ближайшие пять лет попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Все-таки найти какую-то экономию нам же нужно аукционы проводить. Вот мы посмотрим за период января-февраля, какая экономия может сложиться. И мы надеемся, что в марте мы заключим договор на эту экономию. И привлечем туда подрядную организацию. Жильцы дома снова готовят коллективное обращение в адрес главы города. Они считают, что в их случае текущий ремонт не поможет и боятся самого худшего – обрушения пола. Мария Флоренция, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Власти региона не планируют передавать железорудное месторождение «Пионерское» сомнительным добывающим компаниям. В социальных сетях появилась недостоверная информация о передаче месторождения в Нерингринском районе представителям КНР. Этот участок земли сегодня находится в нераспределенном фонде недр. И при появлении потенциального инвестора будет выставлен на аукцион. Власти республики призывают не доверять провокационным сведениям, которые время от времени появляются в социальных сетях без ссылки на источник. В Доме правительства прошло собрание под руководством премьер-министра Якутии Андрея Тарасенко, где были разъяснены вопросы касаемо железнородного месторождения «Пионерское». Сегодня мы получили ответ прокуратуры. Никакой коррупционной составляющей, тем более каких-то закулисных действий в этом письме нет. Мы просто хотели получить разъяснение, что за китайский инвестор, почему это месторождение только сегодня начинает разрабатываться или выставляться на аукцион. И получили ответ, будем теперь ждать, как будет продолжаться работа. Конечно, промышленность нужно развивать, и вот поэтому правительство выставило эти месторождения снова на аукцион. Но, как мы поняли, нет инвесторов, нет желающих участвовать в этом аукционе. В Ленск продолжают приезжать молодые специалисты, в том числе педагоги. Благодаря поддержке районной администрации каждый год их число растет. В прошлом году в район на трудоустройство прибыло более 30 специалистов. Подробности в следующем сюжете. Для привлечения педагогов в Ленский район разработаны программы на местном муниципальном уровне по поддержке молодых специалистов. Это выплата подъемных и предоставление жилья. Благодаря созданным условиям молодые специалисты продолжают пребывать в Ленск. У нас есть две категории специалистов. Это специалисты, которые прибывают из других регионов, приглашают их руководителей учреждений. И также наши ученики, которые прибыли обратно в родной Ленский район и первое место работы в наших образовательных учреждениях. Елена Курсакова – уроженка Ленского района. Воспитываясь в семье педагогов. С детства хорошо пела и занималась в ансамбле. Посещала музыкальную школу, играла на скрипке. Всю свою осознанную жизнь, девушка признается, мечтала стать певицей. Так, окончив школу, поступила в Институт культуры и искусств. Потом я уехала в Санкт-Петербург, очень долго я там прожила. Училась в Институте культуры и искусств на кафедре русского народного песенного искусства. И потом решила вернуться в родные пенаты и здесь продолжать дело, в котором, в принципе, я и живу всю жизнь. Приехав в Ленске, Елена устроилась педагогом в Центр дополнительного образования СРГ. Руководит вокально-хоровым коллективом русской народной песни «Былиночка». С детишками мы учимся русскому народному песенному искусству. Конечно, 21 век – это поколение Инстаграма, ТикТока, но я считаю, что наши дети, дети России, не должны быть иванами, не знающими своего родства. На уроке Лены, несмотря на морозы, ребята бегут с удовольствием, признаются, что занятия ждут с нетерпением. Мне нравится, что мы так поем, учим песни уже, дорогую начали петь, учить. На сцену ходим иногда, учим. Скоро начнем выступать, когда... Даже мальчишки, которых в коллективе всего двое, с горящими глазами изучают новые произведения. Я люблю очень петь и хочу стать знаменитым певцом. Мы узнаем больше всего о музыке, о нотах, о многочем. Мы все любим петь и любим говорить разные скороговорки. А как ждут они выходов на сцену, когда каждый может почувствовать себя настоящим певцом? Уже сшиты костюмы, выучены песни, отрепетировано все до мелочей. Остается надеяться, что скоро будут сняты все ограничительные меры и вновь станут возможными массовыми мероприятиями. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Движение WorldSkills Russia повышает качество профмастерства студентов. Это, в свою очередь, поможет им в трудоустройстве. Об этом сообщил зампредправительства Якутии Сергей Месников. Сегодня он посетил Якутский колледж технологии и дизайна. В этом учебном заведении традиционно проходят соревнования регионального этапа чемпионата. Движение становится все популярнее среди студентов и молодых профессионалов в Якутии. Пандемия коронавируса в этом году не помешала провести региональный этап. На сегодняшний момент ваши участники подготовлены. У вас великолепный эксперт, который отвечает за подготовку ваших участников. Он принимал участие в мировом чемпионате. Это Яковлева Ольга Васильевна. Она занимается подготовкой участников. Ваших участников большие перспективы. Отличная материально-техническая база. Я думаю, у вас высокие шансы на победу. В этом году пока никаких корректив нет. Все чемпионаты проходят в очном режиме. Но пандемия нам не сильно вредит, так как наша компетенция имеет возможность проведения чемпионата полностью в удаленном формате. Мы не изменяем конкурсные задания. И участники наши имеют возможность подготавливаться на удаленном формате. То есть мы даем удаленный доступ к компьютерам. Они спокойно проходят подготовку и выполняют конкурсные задания. Хангалацкий район один из самых перспективных в республике в области туризма. Сегодня состоялся круглый стол. Туристический бренд Хангалацкого района. Участие в нем приняли архитекторы, дизайнеры, представители туристических агентств и органов муниципальной власти. Главная задача участников рабочего стола сделать бренд Хангалацкий район известным и привлекательным для туристов со всех концов света. Подробности в следующем материале. Главная достопримечательность Хангалацкого района это бесспорно объект ЮНЕСКО Ленские столбы. Но этот уникальный природный комплекс лишь небольшая часть от всего туристического потенциала района. Мы видим, что это уникальный объект, есть у него статус ЮНЕСКО, есть привлекательные туристические объекты на территориях вокруг. И мы понимаем, что если правильно их связать друг с другом, если правильно выстроить инфраструктуру, если правильно их представить в медиа, правильно представить в социальных сетях, то этот проект может сложиться, может как единое целое заработать и стать очень привлекательным точкой и дестинацией для посещения. Хангалацкий УЛУС как единый туристический бренд решено развивать в рамках первого всероссийского конкурса туристко-рекреационных кластеров. Конкурс был организован агентством туристических инициатив. Якутия также принимала в нем участие. На территории туристко-рекреационного кластера проживает треть нашей республики. И реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни населения, которое проживает на этой территории. Проект действительно колоссальный, интересный, очень перспективный. Мы провели такое некое переосмысление туристского продукта на этой территории. Сегодня разработан единый бренд, единый архитектурный стиль, который позволит туристам на территории этого кластера провести свое время достаточно на высоком уровне и получить новые впечатления. На сегодняшний день уже разработан бренд-бук с фирменным стилем и логотипами. И в ближайшее время начнутся работы по приведению всех объектов кластера к единому узнаваемому стилю. А значит, Хангалацкий район имеет все шансы стать настоящим центром туристической отрасли Якутии. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мошенники обманули на полмиллиона рублей шестерых жителей Мирненского района Якутии. По сообщению МВД по региону 65-летней пенсионерки из Мирного после полуночи позвонил мужчина, который представился работником банка из Москвы и сообщил, что на ее банковском счете зарегистрированы незаконные действия. Пожилая женщина не захотела с ним общаться, тогда уже специалист сообщил о передаче дела в органы прокуратуры. Через несколько минут ей перезвонила женщина и, представившись сотрудницей прокуратуры, запросила данные всех банковских карт, а также попросила продиктовать коды из СМС-сообщений. Потерпевшая продиктовала ей данные, а на следующий день обнаружила, что с ее карт похищено более 68,5 тысяч рублей. Другая 57-летняя жительница района поверила лжесотруднику банка, который под предлогом защиты средств от мошенников запросил у нее конфиденциальную информацию о счете и банковской карте. В итоге мошенники похитили у нее 128 тысяч рублей. Еще одной 58-летней жительнице Мирного поступил звонок от молодого человека, который представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил, что из-за технического сбоя ей ошибочно была подключена платная услуга автоплатеж, поэтому с ее абонентского счета ежедневно списывалась по 4 рубля. Теперь компания готова возместить расходы и ей полагается возврат в общей сумме около 3 тысяч рублей. Для зачисления денег лжеменеджер попросил продиктовать данные карты и коды из СМС-сообщений, что и сделала потерпевшая, после чего обнаружила, что с ее счета списано около 116 тысяч рублей. По такой же схеме лжесотрудники компании оператора связи обманули еще троих жителей Мирнинского района. Потерпевшие были уверены, что разговаривают с менеджером, который хочет вернуть им переплаченные деньги и сообщали все запрашиваемые данные. Мужчина поджег 84 рулона сена и 157 кубометров лиственницы осенью прошлого года из хулиганских побуждений в Намском районе Якутии. По информации регионального МВД, в 13 километрах от села Крест-Кытыл Намского района произошел лесной пожар на общей площади 70 гектаров. Огонь уничтожил 84 рулона заготовленного сена, принадлежащих трем местным жителям. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 53-летний мужчина из хулиганских побуждений поджег заготовленные рулоны сена, облив их горючей жидкостью. В результате пожар распространился на лес, разрушив около 157 кубометров лиственницы. Материальный ущерб лесному фонду составил более 13 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям уничтожения или повреждения лесных насаждений и умышленные уничтожения или повреждения имущества. Ранее судимая жительница Алдана заключена под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть соперницы. Об этом сообщает следком Якутии. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Пьяная 34-летняя женщина 14 января этого года избила потерпевшую. Женщина получила множественные телесные повреждения головы, тела, переломы ребер, кровоизлияние мягких тканей. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Как позже обвиняемая пояснила следователю, мотивом избиения стало чувство ревности к сожителю. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Местный житель был признан безработным и ему назначено пособие. Однако впоследствии, трудоустроившись в бюджетное учреждение, он не сообщил в орган занятости об этом и неправомерно продолжал в течение двух месяцев получать одновременно заработную плату и пособие. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании за мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений. Бывший начальник отделения почтовой связи Сунтарского района обвиняется в хищении денег в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В ее отношении возбудили уголовное дело. По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение и имея доступ к деньгам, с 2019 года присвоила более 254 тысяч рублей. Главный инженер акционерного общества обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии совместно с прокуратурой выявили факт получения взятки отделочными материалами, мягкой и корпусной мебелью, предметами интерьера общей стоимостью около 4 миллионов рублей должностным лицом одного из акционерных обществ республики. Мужчина задержан. 46-летний главный инженер, используя свое служебное положение, получил от директора подрядной организации взятку в виде товарно-материальных ценностей для оснащения своей квартиры, находящейся за пределами республики, за беспрепятственную приемку и оплату строительных работ, выполненных подрядной организацией и обоснования перед руководителем акционерного общества, о необходимости перечисления авансовых платежей в пользу подрядчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Следователи завершили расследование убийства в Сунтарском районе. Обвиняемый ранее судимый 23-летний местный житель. 3 июля прошлого года компания молодых людей распивала спиртные напитки. Позже один из участников застолья ушел домой, а через некоторое время обвиняемый направился вслед за ним. Разбудил уже спящего мужчину и позвал на улицу. Потерпевший высказал ему претензии по поводу ночного визита, в результате чего между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый повалил потерпевшего на землю и, взяв в руки металлическую трубу, 9 раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм потерпевший скончался в ту же ночь в карете скорой помощи. В следственном комитете отмечают, что обвиняемый не признал вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Малоподвижный образ жизни приводит к гиподинамии. Это ослабление мышечной деятельности. Особенно страдает сердечно-сосудистая система. Снижается обмен веществ. Все это приводит к серьезным последствиям. Основные меры профилактики гиподинамии – физическая активность, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание. Берегите свое здоровье. Ведите активный образ жизни. Курение – вред здоровью. Вызывает заболевания легких сердца, печени. Никотин, содержащийся в табаке, провоцирует рак, нарушает нервную систему. Единственное, наиболее важное, что можно сделать для здоровья – это бросить курить. Субтитры создавал DimaTorzok Этих людей называют по-разному. Городские сумасшедшие, гении, фрики – на все руки мастера. Необходимо узнать, что движет ими. Что же лежит в основе их стремления. Возможно, это поможет нам понять эту особую касту людей, порой незаметно меняющих привычный нам мир. Стояло бревнышко три года, не знал, что из него сделать. Водяного какого-нибудь такого, да, или лешего? Лешего. Сергей взял пилу. Чтобы видно было, куда я дальше залезю. Этот художник наш, который режет. Не идет явно. Пойдем, попьем. Ну, пойдем. Чаю. Бензина надо добавить. Пару деньков. При хорошей погоде, да? Да. Правильно, правильно. Борода висела там, что-то нос. Может, пойдем посмотрим? Какой природа сделала, такой кусок я и выбираю. Я начал этим заниматься лет 30, 30 с чем-то назад. Сначала было обучение, потом мучение, а потом уже работа. Я еще учился в сочинской художественной школе. Сначала я делал мебель, потом перешел на скульптуры, потом опять на мебель. В Сочи учился, в Сочи и работал. Все из сочинского леса делал. Самая интересная вещь получается из такого, из неликвидного дерева, из гнилого. Это самое оригинальное будет. Ну, и не из капитального, высшего сорта, а из самых низших сортов древесины. Стояло бревнышко три года, не знал, что из него сделать. Ну, мимо ходил, думал, думал. И так, и так я его крутил, вертел. Ну, через три года баба-яга получилась. Там ее делал-то я недолго. Три дня. А три года ждал, пока что-то родится. Ну, какой природа сделала, такой кусок я его выбираю. Маленький, красивый, я из маленького сделал. Большой, из большого. На горе Ахун тоже много моих работ. Я уже и забыл, что там. Ну, надо поехать и посмотреть состояние. Там дракон большущий. Рыбак с рыбой. Кресло большущее. Очень большой диаметр, там, и высота. Ну, а в центре площади стоит. И много еще другого. Привезли лес, поставили, и я его начал делать. То, что мне в голову ушло, и то и делал. Все так и делают люди, присаживаются и сфотографируются на память о побывании на горе Ахун. Добрый вечер. О, здравствуйте. Сергей близкий человек, естественно, друг. Мы дружим, естественно, но и у нас еще и определенные, так сказать, интересы в бизнесе. Поддержать? Да, присоединяйся, а то что-то не идет. Не особо идет. Вахтанг наш близкий, приятель, соратник. Ну, как там? На воле? На работе, да. Нормально. Все хорошо. Очень много точно соприкосновения, друг другу доверяем. И просто близкий человек. Пытаюсь пока просто попасть. Ваш ход. Азов? Да, нет. Это позор. Не идет явно. Пойдем попьем чаю. Пойдем. Пойдем. Чай. Цейлонский. Нового сорта. Попробуем, что там нам прислали. Вахтанг, у меня предложение к тебе есть. Продолжить наши деревянные скульптуры на территории. Предлагаю пригласить опять Сергея Старжилова. Ну, познакомились с ним неожиданно. Я, когда занимался стройкой вот этого участка, все, купил там несколько кресел. Он работал в организации Дагомырское лесничество. Там познакомились. Сергей профессионал. Я только за. Почему мы вообще решили заказать эту фигуру? Наличие материала предполагает производство какого-то определенного продукта. С манерой своей работы напоминает импрессионистов художников французских. Ну, вот эта беседка, которая возле бассейна расположена, она, мы ее назовем, центральная беседка. Она у нас одной из первых была сделана Сергеем. Причем она, характерно, сделана всего из одного дерева. Там нет много деревьев. Это громадный дуб был просто. Он упал в свое время. И мы его забрали. Потом, когда мы начали сюда ходить, начали прибираться здесь, наводить здесь порядок, ландшафтный дизайн придумали. И постепенно в него влюбились в этот участок. Оказалось, на нем произрастает 38 сортов деревьев и 58 сортов кустарников местных. Мы это потом уже узнали. Потихоньку-потихоньку сначала построили сопутствующие, малые архитектовые формы сделали, для того, чтобы просто отдыхать здесь. А потом пошли уже бани, бассейны, дома и так далее. Во-первых, подчеркивает сюжет, который просто задала. А во-вторых, еще стиль работы, вот такой, что он мелкими бросками такими делает, и скульптуры настоящее произведение. Поэтому давай-ка пригласим его, и пускай продолжит работать. Не возражаешь? Нет, я не возражаю, потому что он действительно молодец. Так прикинули, подумали, чего у нас так не хватает. Там есть и старик с посохом, есть и рыба, который рыбу поймал уже вокруг водоема и пруды. И оно больше приближено, так сказать, к каким-то русским народным сказкам, можно так сказать. Ну, опять будет... Какое будем делать? Что будем делать? Ну, что у нас еще нет? У нас, по-моему, есть все уже из сказочного мира. Предлагай. У нас есть кряш, хороший такой кряш. Дубовой? Каштановый. Надо бы, он как раз такими... С капами, с наростами, с наростами, мне кажется, можно будет там, типа, водяного какого-нибудь такого, да, или лешего. Лешего, кравчего лешего. Круто около бассейна поставить его в подоемчик. Чтобы народ пугался. Мы решили у Сергея заказать еще одну скульптуру в виде лешего, потому что лешего у нас, может, даже и нет. Я сейчас не могу вспомнить. Как раз он такой, с капами там можно будет... Там он справится. Молодец. Надо звонить. Если он будет свободен, согласится. Приглашаем. Да. Что ж, сейчас посмотрим. Я позвонил к Сергею Старожилову, когда определились, так сказать, с корягой. Сергей, привет. Как дела? Слушай, у нас тут возник такой план. Надо слиться пообсудить одну работу. Сергей как раз деревянными структурами, он не нарушал гармонию связи, так сказать, каменного строения с лесом, с окружающей нас природой. Да, ну ладно. Он должен подъехать. Будем решать вопросы, смотреть для работы дальше. И через два года его уже хотели на дрова брать. Хорош. Точно? Угу, сейчас. Вот еще поступило предложение на одну небольшую работу. Если отпиливать, уже на место не поставишь. А именно отпиливается так, как нужно. Здорово, Серега. Здорово. Давно ждешь? Куда? Туда пойдем? Скоро. Давай. Слушай, что я тебя позвал? Ага. У нас там кряш появился один. Нормальный кряш. Хороший такой, дородный такой, с такого дерева, который, видать, такое старое. Большим, большим диаметром. Нам бы и с него что-нибудь сделать такое, знаешь, какой-нибудь персонаж сказочный. Там лешего, там, видать, можно бороду напустить. Ну, ты там подумаешь-то, своих этих самых, подумаешь, как что-чего сделать. Пистолет берет так качественно. Лучше проверенный, так сказать, товарищ, работник, чем эксперименты какие-то, неудачи. Там много у тебя примеров. Вот такого вот дородистого такого нет. У нас, чтобы борода висела, там, чтобы нос. Может, пойдем посмотрим. Материал не дешево стоит. Вот, так что, поэтому остановились на Сергея именно. Поставить его можно будет вот здесь, вот таком вот, на берегу. Здесь формируется такой водоемчик. Как раз его всего поставить, так, знаешь, он-то... Так будет... Да, да, да. Как бы вот, как гармонировать будет. Инструмент с собой? Да, конечно, все в колхозе. Марсиналин много пил. Еще топор нужен. Оп. Ну, вот, кряш выгрузили вот сюда. Ну, вот, смотри. Вот здесь вот водоем формировался. Это вот такая вот эта самая. Будет здесь лилии цвести, несколько цветов. Ему же любую деревяшку не принесешь, за то, что он работал. Ну, конечно, подпорченная вещь. Ну, если бы она была бы хорошим качеством, то бы ее не дал бы, да? Разженную таким образом, чтобы вот эта борода с него стекала. Может, мы к нему подсоединим там какой-нибудь будет водопадник такой небольшой, чтобы с него стекала как-то вниз сюда. Вот здесь-то хотим о культуре. Ну, вот, нужно, чтобы ты своим глазом художника посмотрел, чтобы все было как-то, знаешь, гармонично, красиво, чтобы вписывалось в окружающую эту самую. Ну, ты это можешь. Ну, порода древесины, она плотная. Там уже вода вся вышла, осталась одна древесина, и она уже каменеть начала. Знаете, каменевшие деревья есть. Мы уже не один самый имеем изделие с твоей работой, так что, как же у нас тоже дальше хватает, нам надо будет еще несколько этих самых делательских персонажей. В общем, мы называемся сказкой, поэтому сказка, сам понимаешь, должна себя представлять там где-то кот, где-то русалка, где-то леш, где-то... А учитывая, что она такая уже выдержанная, вся с такими щербинами, с такими вот... Это все может пригодиться в работе. Там, ну как, эксклюзию сделаешь, посмотрим, или ты сам уже знаешь? Все понятно, все решим. Ну, если, примерно, 20 лет, 15 лет лежало в лесу, оно уже, во-первых, потрескано, а во-вторых, уже в нем влаги нет. В какое время ты уложишься? Сколько день уже надо? Пару деньков. Пару деньков, да? С половиной. Пару деньков, при хорошей погоде, да? Да, правильно, правильно. И будем делать. Ну что ж, какой инструмент, какой пилы? Да, все. Может, какой-нибудь клей там, или, не знаю, лак что-нибудь такое, ну, для фиксации, что-нибудь такое? Все, найдем потом, наверное, да. Ну, одну этой пилу ничего не сделаешь, и еще надо парочку других пил. Ну ладно, хорошо. Ну что, считай, что ты это самое, заказ тебе имплементирован. Ну давай, давай, Серега, хорошо. Спасибо, спасибо, что надо было. Вам так же, вам так же. Ну давай. Давай, а где краска? Хорош. Начни. Угу. Сейчас. Тут уже все. Я думаю, вполне, да, значит. Я здесь много работ сделал. Буратино вообще вторая жизнь, это у него случайно получилось. Я работал в одном санатории, его на дрова попилили. Я сказал, его заберу. Ну, мне пришлось удалиться с этого объекта. И через два года его уже хотели на дрова брать. Я организовал, что он стоит теперь здесь. Это у Буратино. А так бы это были дрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, получается, будет как вторая его жизнь. С первой культуры ничего не получается. Это когда уже зубы поломаются, глаза устанут, тогда начинается что-то, какое-то понятие направления действия. По объему видно, что это дерево не 20, не 50 лет, ему за 300 лет, и оно упало от своей тяжести. От своей тяжести упало, там уже оно не могло устоять, корни вывернулись. Каштан в нее тоже своеобразный. Он меняет цвет, он меняет немножко вид, он становится немножко таким, он совсем не расступает. Сейчас я делаю глаза, да. Можно сказать лесовичок, можно сказать по-разному. Ну, это уже большой лесовичок. Можно лесным назвать, можно как, ну, что-то лесное, что-то природное, болотное. Полагал себе самые такие свойства из сказок, такой большой такой, весь злой такой. Ну, и, естественно, почему у Сергея, потому что практически продукция должна гармонировать между собой. У него вообще с другой стороны одна гниль, он пропавший. Эта сторона была самая сильная, в которой можно было что-то сделать. И то я там выбирал моменты. И поэтому в этом можно создать плюс при работе. Где-то как-то подкруглиться, где-то оно... Действительно можно вторую жизнь. Древесина пересохшая, она и твердая, и там... Твердый кусок, твердый. Этого делал он всегда. Они как-то друг на друга не то, что похожи, они подходят друг к другу по мотивам, по направлениям, как-то по стилю. Поэтому решили к нему, чтобы стиля не убиваться, это раз, во-вторых, ну, качество, качество, естественно. Когда деревья падают, это от ветра и от снега, они выворотни. Вот из этого все и сделали. Вы понимаете, если я отпилил, если я отпилил, уже на место не поставишь. А именно отпиливается так, как нужно. Получается действительно результат. Открученная древесина, она тяжело обрабатывается. Почти готово, но там можно еще внутрь цветок посадить, типа вазона будет, или сделать сверху шлем, типа солдата или воина. Продолжение следует... Давай, а где краска? Местров работает здесь, пилит, рубит, косит. Бензина надо добавить. Этот художник наш, который режет, работает здесь. Вот эти все он сделал, вот эти все, все. Что здесь находится, все он резал, все делал он. Давай, бензина, да. Ну, помог краской и кисточкой, бензином. Во всем помогаем, вот так, во всем помогаем. Что говорит, все помогаем, все делаем. Бензин, краску принес, что попросил, я все принес. Давай, 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 давай. Давай, широкий. Хороший. Точный? Угу, сейчас. Пойдет, наверное. Ну, после окончания работы, в конце работы, покрываю битумной мастикой, ну, чтобы оно сравняло цвет и воду меньше пить. Ничего этому не будет. Этот простоит еще лет 15, потому что он окаменевший. Там я пилил, дым шел, потому что пересохшее все. Ну, деревесина пересохшая, она и твердая, это твердый кусок. Твердый. Ну, это для покрытия древесины сравнять тон. Тон древесины сравнять. Когда он заканчивает работу, он накладывает, не то чтобы покрыть, он накладывает на дерево лак, он накладывает на дерево, на определенные места грунтовку, где-то даже смолы определенные, потому что он определяет, откуда где-то будет просачиваться влага, где-то будет падать свет. Поэтому в этом отношении работа с материалами, с консервирующими материалами, это тоже надо уметь, и он успешно с этим отправляется. Ну, там получилось все хорошо. Там мох вышел, остался мох, краска легла. Все как в диком лесу. Называется Лесопарковая скульптура. Алло. Сергей, звонил? Да, 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 да. Тут уже все. Надо забирать или как-то. А, работа готова, да? Да. Можно ехать смотреть? Конечно, конечно же. Все понял. Сейчас выезжаю. Давай, ждем, ждем. Ну, сейчас вполне. Мне, безусловно, работа понравилась. Но это, конечно, мы другого не ожидали, потому что это не первая работа, не первый заказ. В течение определенного времени здесь производятся подобные, так сказать, работы. Вырезаются определенные фигуры для того, чтобы как-то украсить территорию. Это у нас здесь досуговый центр туристический. Сюда приезжают дети. Я думаю, вполне, да, ну что, как раз он, как раз он будет стоять, да, хорошо, ладно, да, понятно. Ну что ж, можно даже подсветку туда как-то, да, организовать. Я думаю, да. Чтобы вечером он был, как из леса, да. Ну что ж, ладно, все, что-то у тебя получилось. Ты оправдал доверие. Ясно. Значит, в дальнейшем будем дальше работать. Работа произведена на высоком, не только качественном уровне, но еще и скоростном. Понятно, потому что видно, что человек профессионал, в руках у него находится инструмент, который быстренько... Я, например, со своей точки зрения не всегда даже до меня доход, как это возможно, это сделать. Ну, профессионал доводит его сразу очень быстро до ума. Я рад, что ему понравилось, что я сделал заказчику. Персонажи практически русских народных сказок. Они у нас все присутствуют. Даже беседки, которые у нас здесь находятся, они каждый несет свою какую-то смысловую нагрузку. Мы работаем только с ним, потому что так сложилось, что и он понимает, чувствует, что, как он у нас делает. Естественно, мы ему даем только задание какое-то тематическое, а он уже сам доводит до ума, это все приводит в порядок, как художник, как скульптор. В общем, мы довольны. Я надеюсь, что люди будут добрее и больше будут заказывать этих вещей. Потому что сейчас люди уже ушли в пластмасс, в бетон. Ну, это же не тепло. Люди смотрят, фотографируются. Не просто пень стоит, а оживший чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Кагмине региона отметили, что для создания промышленного производства по обработке сырья необходимо привлечь потенциальных инвесторов, убедить их в эффективности вложения средств в проект. Это должен быть современный, экологически безопасный промышленный комплекс, работающий не на вывоз сырья, а производящий высоколиквидную продукцию. В первую торговую сессию 2021 года компания «Алроса» сохранила нулевые требования по обязательному выкупу законтрактованных объемов для постоянных клиентов. Подобные условия компания предоставляет покупателям уже седьмой месяц подряд. Очередная торговая сессия стартовала 15 января. «Алроса» сохраняет для нее нулевой процент обязательного выкупа выделяемого ассортимента. Таким образом, долгосрочные клиенты «Алроса» могут запрашивать и приобретать алмазы в соответствии со своими реальными потребностями. На фоне сохраняющихся ограничений на поездки из-за пандемии «Алроса» предоставляет своим клиентам полнофункциональное решение для анализа алмазов в реальном времени «Алроса Video Viewer». Просмотры в офисе Единой с бытовой организацией «Алроса» также возможны по запросу при условии неукоснительного соблюдения мер против распространения COVID-19. Отметим, в прошлом году продажи алмазно-бриллиантовой продукции сократились на 19% в годовом сопоставлении и составили 2,8 млрд долларов США. По итогам 2020 года добывающие предприятия «Норд Голд С.Е.» выпустили свыше 1 млн унций афинированного золота, что является рекордным результатом и незначительно превышает операционные показатели компании в 2019 году. Как следует из отчета организации, рост производства драгметалла в России обеспечили рудники «Березитовый» и «Гросс». Однако максимальный прирост среди всех дочерних предприятий достигнут на активе топарка в Буркино-Фаса. Увеличение выпуска драгметалла на данных предприятиях компенсировало снижение на прочих активов «Норд Голд». Самый большой объем золота выпущен на якутском руднике «Гросс». На втором месте по производственным показателям среди российских активов находятся таборные. Тройку лидеров замыкает «Березитовый» в Амурской области. Увеличение производства на данных активах вызвано ростом добычи и переработки руды. В общей сложности компания в 2020 году извлекла 45 млн тонн руды, что на 7% превосходит показатели 2019 года. Что касается рудника «Гросс» в Якутии, то компания намерена к третьему кварталу 2021 года увеличить перерабатывающую мощность до 18 млн тонн в год. Рост обеспечит реализацию двухлетнего проекта, расширение которой начался в 2020 году. Данный проект включает три этапа. Первый предполагает установку дополнительного оборудования. На втором этапе компания увеличит парк горной техники. На заключительной стадии «Нордголд» займется расширением вспомогательной инфраструктуры. Предварительный объем капвложений оценивается в 58 млн долларов. Кроме того, в первой половине текущего года организация намерена завершить предварительную экономическую оценку проекта увеличения мощности «Гросса» с 2023 года, приблизительно до 26 млн тонн ежегодно. Согласно первичной оценке, необходимые инвестиции могут составить до 150 млн долларов США. При этом годовой объем производства вырастет примерно на 100 тысяч унций при ожидаемой полной себестоимости 720 долларов на унцию в течение всего срока эксплуатации рудника. В продолжение темы, компания «Нордголд» в ближайшей перспективе завершит предварительную экономическую оценку токенского проекта, которая должна будет подтвердить ресурсы месторождения в размере около 3 млн унций с возможностью дальнейшего прироста запасов. Ожидается, что токенский может стать рудником с объемом производства порядка 200 тыс. унций в год. Кап-вложения в строительство оцениваются на уровне порядка 400 млн долларов. Золотодобывающий холдинг «Селегдар» выплатил дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 2,5 млрд рублей. Как следует из сообщения компании, из общей суммы выплаты по обыкновенным акциям составили 2 млн 148 тыс. рублей, а по привилегированным – 337,5 млн рублей. Согласно отчету компании по международному стандарту финансовой отчетности за три квартала 2020 года компания нарастила выручку почти на 23,5%. Показатель EBITDA за три квартала составил 10 млрд рублей. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нергуяна Иванова. Задачи, которые стоят перед нами в дальнейшем, что мы должны сделать, еще много. Мы должны сейчас отцифровывать Арктику. Принятое решение на уровне правительства. Мы должны сделать свою телеком-компанию «Арктик-Телеком». Это будет акционерное общество, которое будет заниматься циферизацией арктических районов. Мы уже пришли в Оленек, мы идем со скалах. В декабре мы подписали соглашение с компанией «Импульс». Мы будем подключать колынскую группу УСОВ. То есть есть идея идти на Патагай. Мы будем подключать КИКСИ к Севморпути. И сейчас строим последние мили. Плюс мы, конечно, занимаемся отцифровкой отраслей. В прошлом году мы запустили с Минздравом облачную полихлинику. И во время пандемии провели более 15 тысяч дистанционных консультаций врачей. И не только из Якутска, но и из Центральной России врачи консультировали. Поэтому наша задача, то есть оцифровывать образование дистанционное, оцифровывать, допустим, наши системы, которые управляют земельными участками, в сельском хозяйстве, в миноохране природы, контроль пожаров. То есть у нас вызовов очень много. Все решения мы опираемся на разработки местных ребят, что тоже очень важно. Резиденты эти парка сейчас вовлечены в цифровизацию всех отраслей нашей экономики, республики. Это очень важно. То есть IT-парк нам очень сильно помогает в этом плане. Ну и, конечно, то, что мы IT-центры в районах открываем, их уже 10. То есть мы конкретно ставим задачу, один из немногих регионов, которые ставят не только госуслуги или контрольно-обзорные деятельности, обратная связь с населением, а именно создание отдельной отрасли, чтобы это были рабочие места и налоги. Дорогие наши телезрители! В мобильном приложении НВК Саха в ваших телефонах теперь вы можете смотреть еще два наших канала Якутия 24 и Мамонт. Скачайте приложение в Google Play и App Store, следите за свежими новостями, смотрите спортивные и культурные события, телевизионные сериалы. Это программа «Актуальное интервью» в студии Ивана Лазаренко. Здравствуйте! В стране началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждан прививают препаратом «Спутник ВИП». Он разработан центром имени Гамалеи, стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.